Слава Богу, братья и сестры! Пусть Бог благословит каждого из нас. Я поделюсь словом, о чем я размышлял, и этот стих, с которого она началась, он был прочитан в пятницу, кто был в служении. Этот стих был прочитан, и почему-то я над ним задумался и хотел сегодня с вами немножко поделиться, и мы будем молиться. Исход, 13 глава, это будет 17 и 18 стих. И проповедь, как я назвал, это Божий путь, God's way. Думал назвать detour, как бы объезд, но по-русски как-то оно не сильно звучит. Мы называем ее Божьим путем, Божий путь. И прочитаем, это будет исход, 13 глава, 17 и 18 стих. Там написано, что «Когда же фараона отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. И сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. И обвел народ, Бог народ дорогою пустыною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли египетской». Если можно Израиль поставить эту picture. Я нашел такую map, такую карту. Я не думаю, это может быть точная, там разные есть варианты. Но примерно они вот так выглядят все. Кто-то чуть по-другому, но примерно вот так. Вот эта дорога примерно, которую и шли израильтяне, выходя из Египта. И Бог им говорит, когда они выходили, говорит, я их не поведу, дорога филистимская. Если филистимская дорога, то если там смотреть ее плохо видно, то это получается вот так просто напрямую. Вот там море сверху и вот вдоль этого моря напрямую в землю ханаанскую. То есть Бог говорит, я вас туда наповеду, я вас поведу ниже, долиной, через вот этим другим путем, в обход. И я размышляю в нашей жизни, друзья, мы иногда есть такие моменты, где Бог нас обводит дорогу просто в обход. Мы иногда, знаете, мы, это как если нам ехать вот в Аустен, но там трафик большой, есть дорога, которая идет в обход. Мы можем взять там хайвей платный и мы пошли в обход. Может быть это дольше, может быть, потому что там через Аустен ты не проедешь какое-то время. Ты не без свой GPS, мы не посмотрели, но там дорога закрыта, там произошла авария, там что-то случилось, и ты ворачиваешься назад. И здесь в этом случае Бог, выводя народ из Египта, Он говорит, вы туда и дорогу через филистимлянским путем, вы туда и не пойдете. Потому что, Он говорит, потому что я не хочу, чтобы вы обратились обратно. Знаете, Божий план для нашей жизни, чтобы мы не ворачивались обратно в то место, откуда Он нас спас, в то место, откуда, знаете, Он хочет вывезти, избавить нас, освободить, знаете, дать победу того. И Бог говорит, я не хочу, чтобы ты возвращался туда-обратно. И здесь написано, чтобы не раскаялся народ, увидев войну. Знаете, народ израильский, они когда были в Египте, они были в Египте в рабстве 400 лет. Это не были люди, которые, знаете, учились воевать. Они не были готовы воевать. Они, может, не знали, что такое воевать. Они были в рабстве 400 лет. Это, знаете, я, мой папа, мой прадедушка и так далее. Это поколение за поколением люди, они жили в рабстве. Здесь Бог их выводит и говорит, вы не пойдете дорогой филистимлинской. Может быть, она была прямая, она, может, была самая короткая. Может быть, там были, знаете, нашими словами, говоря, заправки по дороге, где ты можешь зайти отдохнуть. Но там Господь говорит, вас там встретит беда, с которой вы не готовы сражаться. И вы вернетесь обратно, откуда ты вышел, откуда я тебя избавил. Знаете, размышляю просто немножко, когда еще в Вашингтоне был Регап Ценнер, где мы занимались с братьями, которые проходили реабилитацию. И иногда, знаете, человек уже получил свободу, получил победу в ее жизни, и он уже готов. Он уже готов воевать, он уже готов идти на сражение, у него эмоции и так далее. Иногда в нашей жизни происходит что-то подобное. Мы вроде как бы готовы, но забываем о том, чтобы проконсультироваться и прийти к Богу Господь. «Кудою ты хочешь, чтобы я и шел?» Я вижу, уйди из дороги, она короткая, она прямая, но Бог, Он в этом случае, Он вел их другим путем для того, чтобы они имели успех в своей жизни, имели действительно победу в своей жизни. Он повел их в обход. Я не знаю, может быть, мы, говоря про это, чтобы мы размышляли на своей жизни, где, может быть, сегодня Бог меня проходит или проводит каким-то путем в моей жизни, и размышляли почему. Когда Бог проводил, израиль вот этим путем, были уроки, которые они учились по этому пути. И, знаете, первый такой момент – это то, что Бог их учил, что Он заботится за них, что Бог посылает им еду, что Бог посылает им воду, что Бог посылает им свою защиту. Это то, чему Бог, Он учил этот израильский народ. И, может быть, в нашей жизни этот урок, мы, знаете, не осознали, что когда мы выбрали идти за Богом, Бог есть тот, который заботится за нас, к которому мы можем прийти, который отвечает на наши нужды, который желает благословить каждого из нас. Это то, чему Он хотел, чтобы израильский народ научился, что их забота, она приходит от Господа. Когда они, знаете, проходили вот эту долину и понизу, даже ее можно оставить, если можно, израиль, я буду обращаться к ней. И были моменты, где этот обход тоже Бог, когда их вел, Бог учил или дал им свой закон. Может быть, сегодня есть время, когда Бог, Он хочет проговорить тебе. Может, это почему Бог тебя повел в такой обход, потому что Бог, Он хочет передать тебе свое слово. То, что Бог, Он хочет, знаете, поговорить с тобой, Он хочет, чтобы ты услышал. И, знаете, момент, знаете, открыто ли сегодня наше сердце для того, чтобы Бог, Он говорил в наше сердце. Может быть, мы сегодня проходим долиной в нашей жизни, и мы не понимаем, почему, что происходит. И, может быть, вопрос сегодня стоит в том, открыты ли сегодня мои уши для того, чтобы услышать слово от Бога. Может быть, сегодня я и на этой дарлине, на этой дороге, в этой пустыне, на этом месте, чтобы Бог сегодня проговорил ко мне. чтобы Бог сегодня передал мне свои слова. Он передал тогда слова. Он передал их через Моисея. Знаете, момент еще один, который должен был израильский народ выучить, это patience, это patience, sorry, забыл, терпению. Знаете, Моисей вышел, он пробыл там 40 дней, 40 ночей. И за это, кажется, короткое время, месяц, и люди уже построили себе золотого тельца, уже полностью отошли от Бога, терпение. На нашей жизни очень часто Бог желает, или, может быть, не часто, я не знаю, но я думаю, Бог желает, чтобы мы научились терпеть. Терпеть, потому что Бог желает проговорить каждому из нас. Было время, когда эти люди, они не дождались, они не смогли дождаться этого слова, дождись сегодня слова в твоей жизни, дождись этого ответа, дождись этого слова от Господа в твою жизнь, чтобы Господь, Он тебя хочет благословить. Может быть, ты думаешь, что Господь как бы забыл, или не думает о тебе, это не так. Господь, Он знает тебя, если ты в этой дороге, если Господь тебя повел под этому пути, Господь, Он заботится за тебя, даже если кажется, что это, знаете, неправильный путь, или что Господь забыл, не забыл. Господь, Он печется о тебе. Господь, Он заботится о тебе. Если кажется, что Он далеко, если кажется, что Он не слышит, если кажется, что уже прошло 40 дней, то знай, что Бог, Он помнит о тебе, Он знает о тебе. Если Он повел тебя в обходы, если Он повел тебя этим путем, значит, Он желает что-то тебе передать, Он желает чему-то тебя научить, Он желает тебе сказать какое-то слово в твою жизнь, которое принесет тебе благословение, принесет тебе ответ в твою жизнь. Господь, Он желает проговорить сегодня на этом пути к тебе, Он желает тебе сегодня сказать, что Он заботится за тебя, Он желает тебе сказать, что Он сегодня охраняет тебя. Был момент, знаете, когда Израиль, Он стоял возле этого моря и с другой стороны уже гнался фараон, но Моисей сказал такие слова, что врагов, которые вы сегодня видите, вы больше их не увидите, и они их больше не увидели. Это то, что хочет тебе сказать Бог, что когда Он выводит, Он говорит, что больше, если ты надеешься на Бога, если ты идешь Его дорогою, Его расписанием, то тех врагов, того Египта, ты больше не увидишь, ты Его уже не будешь. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, это Бог, Он учил их служению на этом пути, Он передал им это слово, Он показал им или дал некоторые инструкции служения, инструкции поведения, инструкции, которые отделяют израильский народ от других народов окружающих. Сегодня Бог, Он желает, чтобы мы жили жизнью святою. Написано Левит, 19 глава, 1-2 стих, там написано, что Левит, 19 глава, 1-2 стих, «И сказал Господь Моисей, говоря, объяви всему обществу, сынов Израилевих, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Это одно из того, что передал Бог своему народу, такой summary, чтобы народ, он был святый, чтобы народ, он был отделенный. Может быть, сегодня Господь желает что-то проговорить в твою жизнь, чтобы, может быть, ты и я мы поправили. Может быть, ты на этом пути, чтобы Господь тебе, знаешь, показал на моменты, которые ты и я, мы должны избавиться. Может быть, что-то сделать по-другому. И мы уже это слышали сегодня в первой проповеди, что, может быть, нам нужно постоянство в нашей жизни, может быть, какие-то другие моменты, но этой долиной нас проводит Бог для того, чтобы научить, для того, чтобы сказать, для того, чтобы сделать сильнее. Был один момент, также, знаете, на этом пути было сражение с Амаликом. Если мы прочитаем, это будет, это написано, исход 17 глава. Может быть, сегодня нас Господь проводит путем, чтобы научить нас, как сражаться. Они не были готовы, когда только они вышли из Египта, но здесь у них приходит сражение с Амаликитянами. И был такой интересный момент, что, когда 12 стих, там написано 17 глава, 12 стих, исход. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Арон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Знаете, это момент, когда поддерживали руки Моисея. Может быть, на этом пути ты думаешь, что ты не один, что ты один, что ты не один. Бог учил, что сражения иногда не происходят в единстве. Ты иногда нужно, чтобы тебя поддержали твои руки, чтобы пришла победа в твою жизнь. Нужно иногда, знаете, мы в нашей церкви практикуем то, чтобы призывать людей наперед и молиться за них. Это может быть момент, когда нужно поддержать твои руки, чтобы ты одержал победу в твоей жизни. Это не момент стеснения, не момент, где мы должны прятаться. Это момент, где Господь, Он желает совершить победу в твоей жизни, и твои руки, они должны быть подняты. Знаете, иногда многие, знаете, войны, они, если мы читаем Старый Завет, они были побеждены, и вообще все, когда израильский народ, он полагался на Бога, когда мы полагаемся на Иисуса Христа, тогда приходит в нашу жизнь победу. Иногда это нужно поделиться с братом или сестрой, чтобы они вместе с тобою помолились, чтобы у тебя произошла победа в твоей жизни. Если Бог, это есть Бог единства, это есть, знаете, не Бог, какого-то отделенного человека, где-то он сам как-то что-то, он хочет, чтобы церковь, она была сильна, она поддерживала друг друга. Бог хотел научить, знаете, сражению в единстве, сражению на коленях, сражению, когда руки, они подняты к небесам, когда тогда приходит победа в нашу жизнь. Может быть, это то, чему желает Господь научить тебя и меня, когда Он нас ведет вот этой дорогой в обход Божьим путем, Его дорогой, чтобы мы научились поддерживать друг друга, чтобы мы научились нести, знаете, наших братьев и сессор в молитве, чтобы мы научились открывать, знаете, наши моменты в нашей жизни с нашими близкими, которые нас поддерживают, которые нас поднимут, которые нас на своих руках в молитве также будут возносить нас. И тогда приходит победа в нашу жизнь. Пусть Бог благословит, знаете, был момент, когда Давид, кажется, уже царь, уже второй царь с пятой главы, один момент написано, когда он сражался против филистимлян, он уже сильный, мудрый, он побеждал Голиафа, у него была уже армия, но в 24 стихе, причитая в пятой главе, второй царств, «И попросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к нему со стороны Тутовой рощи». «И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам Тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобою, чтобы поразить войско филистимлянское». Знаете, Давид, он, будучи сильным, будучи, знаете, научен, будучи, имея войско, имея какое-то знание, как воевать, он приходит, и он ищет совета у Бога, идти ли мне сражаться. Знаете, иногда в нашей жизни мы, может быть, знаем какие-то вещи, мы знаем какие-то, как нам идти, что нам делать, как поступать, что говорить и так далее, но Бог, Он желает, чтобы в каждом, знаете, daily, как было подмечено сегодня, повседневно мы полагались не на нашу мудрость, но на мудрость Господа Иисуса Христа, потому что тогда приходит успех в нашу жизнь, тогда приходят победы в нашу жизнь, тогда приходит благословение в нашу жизнь, когда мы не полагаемся на себя, на свое знание, на то, что я знаю, но я полагаюсь на Бога. Это то, что делал Давид. Он говорит, Господь, идти ли мне или не идти? Господь, что мне делать? Как мне это делать? Господь говорит, ты, ты сделай вот так и вот так, и вот когда услышишь шум, тогда двигайся, знай, что я пошел впереди. Двигайся, когда Бог, Он пошел впереди, когда ты знаешь, что Бог, Он впереди, когда Бог, Он стоит за вот этим действием, которое ты будешь совершать, где Бог пошел впереди, как важно в нашей жизни позволять Богу идти впереди. Это был урок для Дады Израиля, чтобы они научились воевать на коленях, они научились воевать и полагаться просто на Господа, потому что победа, знаете, коня приготовляют на битву, но победа, она от Бога. Победа, она происходит от Бога. Можно приготовиться, можно сделать все, но не победить, проиграть, потому что Бог, Он не пошел впереди. И, возможно, это твои жизни, это то, чему или почему мы здесь, где мы находимся, почему, может быть, Господь хочет нас чему-то научить в нашей жизни. Но я думаю, самое важное, я просто пробегаю быстро, у нас сегодня служение будет немножко короче, потому что некоторые еще поедут на другое служение, пусть Бог благословит. Но, знаете, этот путь у них занял 40 лет длиной, даже чуть больше, там, если посмотреть. Но, когда я начал смотреть, знаете, этот, он не должен был быть 40 лет, он должен был быть намного короче, там, несколько недель, что эта дорога должна была быть. Но она начала, и она продлилась 40 лет. И была одна причина, почему это произошло в жизни израильтян. И мы прочитаем числа 14 глава, числа 14 глава 11 сих. «И сказал Господь Моисееву, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которых я делал среди его». Знаете, по неверию. «И доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которых я делал среди его». Это момент, когда вы высылали 12 солидателев, которые посматривали землю, они вернулись, и были только два человека, это Иисус Навин и Халев, которые сказали, «Мы победим, все будет хорошо». Остальные все говорили, что там люди большие, мы с ними просто не готовы воевать, у них просто было неверие. Если читать дальше, в этой главе написано, что Господь вывел такой приговор или такое последствие по числу 40 дней, в которые эти люди солидаты, не осматривая землю, это заняло их 40 дней, и здесь Господь говорит, «По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставлены мною». 40 лет они еще блуждали по этой пустыне, потому что они не поверили Богу. Бог не планировал, чтобы это было таким длинным, таким, может быть, тяжелым, таким, может быть, 40 лет, целая generation, там написано 20 лет, целое поколение должно было умереть перед тем, когда они войдут в землю ханаанскую. Бог, Он желает, чтобы ты оставался в этой долине, в этом обходе, на этой дороге, и просто там умирал, просто там, знаете, сдавался Бог, Он хочет, чтобы ты доверился Ему. И Он это учил, Он показывал знамением за знамением, что «Я заботюсь о вас, война, у меня есть победа, если у вас нет пищи, у меня есть для вас пища, у меня есть для вас слово, у меня есть для вас защита, я есть источником сегодня вот этой живой воды, источником благословения, но все равно неверие оставалось в жизни Израиля». И Господь говорит, сорок лет, которых не было в этом плане, не было в Божьем плане для того, чтобы они шли так долго. Но из-за неверия они ходили еще сорок лет в этой пустыне. Я не знаю, где мы находимся в нашей жизни, и, может быть, уже какое-то время мы проходим какие-то длины в нашей жизни, может быть, мы что-то не услышали, может быть, что-то мы не выучили, может быть, что-то Господь нам желает сегодня передать и сказать, и, может быть, нам нужно сказать или мне сегодня, говори, Господь, моему сердцу, чтобы я услышал. Я хочу войти туда, куда ты меня ведешь, я хочу пройти вот эту дорогу, я хочу ее, я хочу быть верным, я хочу довериться полностью твоей руки. Знаете, Бог, Он ведет нас своей дорогой, это Божий путь, это дорога от Него, и на этой дороге мы есть те, которые учимся, мы есть те, которые учимся доверяться нашему Богу, нашему Иисусу Христу. Знаете, позволь Богу, чтобы Он вел тебя. Если мы посмотрим на эту карту, вот там, и с моей стороны, и с правой стороны, в углу сверху, там уже идет Иордан, такая маленькая река, когда уже Иисус Навин перенял служение, и там был один момент, и мы прочитаем Иисуса Навина, 3 глава и 2 по 4 стих. Даже я расскажу немножко. Перед тем, как они переходили Иордан, то есть это уже в землю обитованную, был один момент, который очень важен в нашей жизни, я в своей, вы в своей, что мы применяли. И я думаю, в этот момент показывает то, что эти люди, они все-таки научились доверять Богу, они научились доверять, что Бог, Он должен идти впереди их, что Бог, если Бог пойдет впереди, то будет победа в их жизни. Здесь написано в 3 главе, 2 и 4 стих, через 3 дня, то есть там были и соглядатые тоже, 2 человека уже пошли, они обглядывали землю, они вернулись, и вот пришли, как бы опять такому же моменту, который был 40 лет назад, похожий момент, но здесь они сделали очень по-другому. Эти соглядатые, написано, через 3 дня пошли на отзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите завета Господа Бога ваша и священника ваших, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ними». Впрочем, расстояние между вами и ими должно быть двух тысяч локтей мерою, и мерою не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, «Ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». Знаете, был момент, назиратели, они вернулись, они уже не говорили, какие-то люди, какие там проблемы, как мы будем стараться, они говорили, что вот есть ковчег, где Бог, Он должен пойти впереди, а вы должны идти сзаду. Почему он говорит? Потому что вы не знаете. Здесь написано, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Он говорит, пусть Господь, Он идет впереди, потому что мы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня, чтобы нам знать, куда нам идти. Народ, Он выучил, что Господь, Он должен идти впереди, чтобы увидеть благословение, чтобы войти в эту землю, Бог, Он должен идти впереди, я должен следовать за Ним. Я должен взять вот эту дистанцию, видеть этот след, видеть это направление, чтобы мне следовать за Иисусом Христом в моей жизни. Друзья, как важно, чтобы Бог, Он шел впереди, а мы шли на эти сзаду, чтобы Он направлял каждого из нас. Пришли написано, я буду заканчивать, 14 глава, 12 стих написано там, есть пути, которые кажутся человеком прямыми, но конец их путь к смерти. Есть моменты нашей жизни, где кается прямой, вот эта филистинская дорога, прямая, напрямую, можно столько времени сохранить, столько ресурсов, столько второго, третьего, десятого, но Он кается прямым, кается правильным, но Он ведет в погибель, Он вернет тебя назад в Египет. Важно каждому из нас сегодня приходить к Богу, чтобы путем нашей жизни это был путь, который нарисовал сам Бог, который ведет нас сам Бог, на котором есть Бог. Пусть Бог благословит каждого из нас. И пришли, 3 глава, 5 стих написано, что «Надейся на Господа всем сердцем Твоим, не полагайся на разум свой, во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои». Бог, Он направит стези Твои. Пусть Господь благословит нас, будем молиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok